В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева провела встречу с гражданами округа. У нас принято решение, что сейчас этот объект вносится в бездарственную программу. Разработается проектная издательская работа. Уже выделено 89 миллионов. Глава муниципалитета Валерий Венцель пообщался с представителями торгово-промышленной палаты Ленинского района и бизнесменами Булатниковского сельского поселения. По своей стороны я хочу выразить слова благодарности всем тем, кто принимает участие в различного рода акциях. Веселый предновогодний праздник прошел в одном из дворов Куперенки. В конференц-зале детской поликлиники города Видное прошла встреча жителей Ленинского округа с исполняющим обязанности министра здравоохранения Московской области Екатериной Огневой. На встрече также был глава муниципалитета Валерий Венцель. Впрочем, те, кто не смог попасть на встречу, могли посмотреть ее в интернете. Несколько городских пабликов ВКонтакте ввели прямую трансляцию. Разговор с присутствующими, а их собралось более ста человек, был построен в режиме «вопрос-ответ». По вступительной речи глава муниципалитета объяснил повод для подобного визита. В этом году у нас рекордный природ, составляет порядка 20 тысяч новых жителей. Мы являемся номером один в Московской области, наверное, в России Российской Федерации по воду жилья у нас квартирного. И здесь мы, конечно же, рассчитываем на поддержку правительства Московской области, поддержку Министерства здравоохранения, потому что те задачи, которые мы для себя определяем, в первую очередь сделать так, чтобы все поликлинические амбулаторные учреждения в нашем муниципалитете соответствовали современным требованиям. На встрече были жители всех поселений, а потому и вопросы касались практически всех медицинских заведений на территории муниципалитета. Екатерина Огнева заявила, что обращение граждан позволит глубже узнать проблемы здравоохранения в округе. Также она озвучила информацию о том, что в скором времени начнется ремонт в Видновской поликлинике. Это помещение, которое требует капитального ремонта. На самом деле в таких условиях очень сложно находиться. И сотрудникам работающим, пациентам, которые приходят, у нас принято решение, что сейчас этот объект вносится в правую бесстаршую программу, разработается проектная дискартическая работа, уже выделено 79 миллионов. На часть вопросов жители ответили главный врач ВРКБ Бутай Бутаев и Виктор Серебренников, исполняющий обязанности главного врача Московского областного пункта скорой помощи. Глава Ленинского района Валерий Венцель встретился с представителями торгово-промышленной палаты муниципалитета и бизнесменами сельского поселения Булатниковская, чтобы обсудить вопросы развития округа. Слово Дмитрию Книги. На встрече организованной торгово-промышленной палатой Ленинского округа в загородном клубе «Завидное» собрались предприниматели, работающие на территории сельского поселения Булатниковская. Главная цель подобных мероприятий – наладить сотрудничество между властью и бизнес-сообществом. Такие встречи необходимы, они объединяют нас вокруг власти, власть обращает на проблемы предпринимателя, и это всегда полезно, потому что только в прямом контакте можно решить многие вопросы. Присутствующий на встрече глава Ленинского района Валерий Венцель заявил, что наш муниципалитет благодаря своей близости к Москве является одним из наиболее привлекательных для инвестиций, а также отметил тех предпринимателей, которые ведут активную общественную жизнь. Со своей стороны я хочу выразить слова благодарности всем тем, кто принимает участие в различного рода акциях, которые мы обозначаем на территории нашего муниципалитета. Это в первую очередь и социальные акции. Я благодарю всех тех, кто занимается благотворительностью на территории нашего муниципалитета. Это тоже очень важное направление. Исполнительный директор торгово-промышленной палаты Максим Арапов рассказал о проекте «Бизнес-инкубатор», в рамках которого школьники слушают тематические лекции и посещают предприятия муниципалитета с экскурсиями. За время беседы предприниматель и общественный деятель Земфира Морозова озвучила свои идеи по расширению границ бизнес-инкубатора. Сегодня я пригласила Максима организовать поездку в город Казань, в Иннополис. Пока я сидела, я уже договорилась с ребятами, что наших ребятишек примут, покажут все, что их интересует. И в Казани очень много интересных предприятий. Участники встречи назвали такой формат общения удачным, а само мероприятие – хорошей площадкой для диалога между представителями бизнеса и местной властью. Они всегда приходят на помощь. Я считаю, что это очень продуктивные встречи. И дай бог, чтобы они все время проходили именно в таком формате. И чем больше это будет, тем это будет лучше и экономически. И вообще для нашего теперь уже городского округа. Завершилось мероприятие общим фото на память. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Итоговое в этом году заседание Координационного совета общественных объединений Ленинского района началось с торжественного поздравления члена совета с днем рождения. Приглашенный гость заседания, глава муниципалитета Валерий Венцель вручил букет цветов Елене Ястребовой, долгие годы возглавлявшей Координационный совет. Я хочу вам пожелать как можно дольше оставаться в наших рядах, в рядах общественной организации, чтобы мы таким ровным строем всегда двигались вперед. Слова поздравления и подарок Елена Ястребова получила и от коллег. Хочу поблагодарить за теплые слова и поблагодарить за тот социальный уклон, который есть в Ленинском районе и за то внимание, которое уделяется общественникам. Спасибо. Координационный совет – организация, в которой собраны руководители всех общественных объединений и политических партий Ленинского округа, чтобы иметь возможность еще плотнее взаимодействовать с представителями власти. Такой концепции удается придерживаться уже 12 лет, с тех пор, как по инициативе Совета ветеранов появилась эта общественная организация. Ветераны, как никто другие, понимают важность, когда мы должны быть вместе, когда мы сообща должны решать все наши насущные проблемы, которые возникают в нашем обществе. У нас достаточно большое количество людей, которые прибывают из года в год и хотят связать свою судьбу с нашим муниципалитетом. И правильно делают, потому что в очередной раз наш муниципалитет в лице нашего административного центра города Видное подтвердил звание самого благоустроенного города Российской Федерации в номинации до 100 тысяч населения. В своем обращении к членам Координационного совета глава Ленинского района отметил, что благодаря активности представителей общественных объединений наш муниципалитет развивается и благоустраивается. Сегодня у нас в гостях депутаты Совета депутатов сельского поселения Развилковская Владимир Градов и Марина Садар-Амелий. И мы поговорим о том, что волнует жителей Развилки. Владимир Петрович, Марина Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Владимир Петрович, чем живет Развилка сегодня? Какие основные проблемы в поселении? Ну, вы знаете, проблем как всегда хватает. По моему мнению, одна из основных проблем – это въезд и выезд в поселок Развилков. Особенно часы пик. Значит, много лет уже никак не может осуществить программу расширения дорог. Насколько я знаю, планы есть, проекты есть, но в жизнь они не притворяются. У нас строится много жилья. Это вот римский квартал, который уже сейчас сдает квартиры, заселяет их новыми жильцами. У нас в перспективе строительство жилья также на поселке дополнительное. Все это – дополнительные нагрузки на наши дороги. Дороги, они спроектированы лет 40 назад, наверное. То есть не больше. Естественно, нужно срочно решать эту проблему. Срочно. По вашему мнению, что сейчас препятствует, чтобы работы начались? Ну, мне трудно сказать. Мне кажется, я считаю, что нет четкой координации, кто конкретно за это несет ответственность и кто финансирует. По моему мнению, я бы так считал, что вот Римский квартал, у нас застройщик, основная нагрузка пойдет от него, естественно. Он тоже должен участвовать в этом проекте. Ведь главное, были бы деньги, все построили бы. Конечно, бюджет области. Ну и бюджет нашего ленинского городского поселения. Вот надо руководителям садиться, все это просчитывать, каждую свою лепту вносить и тогда сдвинуться с мертвой точки. Марина Николаевна, а вы какие видите в развилке проблемы, пути решения их? Второй созыв сайта депутатов принял программу строительства новой развилки. На сегодняшний день, сейчас у нас уже четвертый созыв, на сегодняшний день строительство не осуществляется. Когда мы принимали депутаты, голосовали за эту программу, основная наша все-таки была цель, это расселить старый поселок, ветхое жилье, где наши первые, первые наши строители, наши развилки. На сегодняшний день расселения нет. Инвестор на сегодняшний день уже снял с себя все эти обязательства, как я понимаю. И сейчас руководителям уже и Московской области, и руководством нашего Ленинского округа принимаются меры по замене данного инвестора. Я думаю, что и мы добьемся, как депутаты сейчас действующие, все равно, чтобы расселение ветхого жилья произошло. Какие-то сроки могут быть, на мой взгляд? Ну, мы много общаемся на эту тему с руководителями нашего округа и с заместителями, которые отвечают за эту программу. На сегодняшний день у меня информация такая, что разрешение на строительство продлено до 2021 года апреля месяца. Тем не менее, конечно, наверное, не только проблемы есть в развилке, есть и хорошие подвижки. Вот в 2019 году что появилось в развилке? Ну, можно я добавлю, да? Ну, во-первых, поселок стало чище. Это немаловажный фактор. В те годы у нас были большие проблемы. Дальше. Значит, у нас сделали очень хорошую набережную. Это зона отдыха, так называемая. Ощеринский пруд, поселок Развилка. И вот там Ощеринский пруд. Прекрасную набережную. Провели субботник. Высадили деревья, кусты, даже плодовые деревья. На полномерный ремонт идет детских игровых площадок, спортивных площадок. Это все делается. Поэтому, по сравнению, как буквально 2-3 года назад, это небо и земля, конечно. Ну что ж, надеемся, уже совсем скоро проблем в развилке не останется. А я напомню, что у нас в гостях были депутаты Совета депутатов сельского поселения Развилковская, Владимир Градов и Марина Садар-Амели. С приходом зимы по всему Ленинскому округу загораются десятки тысяч ярких огоньков. Наряжаются сотни хвойных красавиц. Вот и в одном из дворов Видного прошел веселый праздник. Вокруг трехметровой елочки прямо у себя во дворе кружились жители одного из домов. В караводе и взрослые, и дети. Все как одна большая семья. На празднике становятся добрее и знакомятся друг с другом. Потому что в нашем доме 562 квартиры. Это очень много. Почти у каждого есть дети. Праздники обязательно нужны. И пускай еще нет снега, но добрую праздничную атмосферу почувствовал каждый. Появилось новогоднее настроение? Появилось немножко. Снега не хватает. Снега, да, выше. Я считаю, что да, лучше пораньше, потому что дольше будет настроение. Ну а для детворы это, конечно, особая радость. Ребята познакомились со сказочными персонажами, а добрые снежинки порадовали их веселыми играми и конкурсами. Да так, что теперь дети и не хотят уходить со своего двора. Как тебе праздник? Класс! Теперь у нас есть своя елка во дворе. Теперь мы можем сами ходить. Новый год наш любимый праздник. А еще девочки обязательно повесят на елочку свои игрушки. Значит, прекрасная традиция отмечать новогодние праздники. Всем вором быть. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»